МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире очередная передача «Точка опоры» «Божье благословение да пребудет со всеми нами!» Отец Григорий, объясните, пожалуйста, почему благими намерениями вымощена дорога в ад? Очень хороший вопрос и очень важный. Обращает внимание на себя то, что дорога в ад вымощена не грехами, не злыми делами, но добрыми намерениями. Вот если мы вспомним Христа, которого при его земной жизни неоднократно искушали иудеи, то они всегда подходили к Нему с благочистивой целью. Однажды они подошли к Нему и сказали, «Скажи, какой силой ты творишь чудеса?» Если бы Христос сказал, что «Я Господь и силой Божией творю», его можно было бы побить камнями. А если бы он сказал, что человеческой силой, то тогда его можно было бы обвинить, что он, будучи человеком, присваивает себе прерогативу Господа Бога. То есть иудеи задают лукавый вопрос таким образом, что как не ответь на Него, все окажешься в неловком положении. И что же им отвечает Господь? Видя их лукавство, Он им говорит. А крещение Иоанна от кого было? От Бога или от человеков? И тут уже иудеи оказались в такой же ситуации. И сами себе сказали, «Если мы скажем, что это было от человеков, то народ побьет нас камнями, потому что все почитают Его за пророка. А если мы скажем, что от Бога, то тогда Христос нам скажет, почему вы Ему не поверили?» И они ответили Ему, «Не знаем». И Он им ответил, «И я вам не скажу, какой силой это творю». Потому что они и так прекрасно понимали, что силой Божьей Господь нас, Иисус Христос, творит все свои чудеса. Или другой евангельский пример. Когда иудеи, желая искусить Христа, подают Ему динарии и говорят, «Позволительно ли давать подать кесарю?» Если Господь скажет «Позволительно», то это оскорбление для всего еврейского народа, потому что это считалось величайшим унижением. А если скажет «Непозволительно», значит, можно его взять под стражу. И опять, предвидя их лукавство, Он говорит им, «Покажите мне динарий». Чье изображение на динарии? Они говорят «Кесарева». Так вот, отдавайте кесарю кесарева, а Божью – Богу. То есть, это можно назвать «искушение благочестием». Благочестивые, в кавычках, иудеи, искушали Господа нашего Иисуса Христа. Вот основная цель православного человека – стяжание благодати Святаго Духа, встреча с Богом, поиск Царствия Небесного. А лукавый, он очень любит манипулировать этим благочестием. И вместо дороги поиска благодати человека иногда погружают в мир греха. Человек начинает изучать свои немощи, свои грехи, проводить связи, что вот по моим грехам и болезни, по моим грехам и вот такие обстоятельства. И в конечном счете он не замечает, что он Бога превращает в некоего наказывающего его за деяния. А ведь Бог – любящий Отец, Он никого не наказывает. В притче о блудном сыне Отец никогда не наказывает сына, Он ждет, когда сын к нему придет. И вот человек начинает совершать грех, который называется безблагодатное подвижничество. Он становится действительно подвижником, но безблагодатным. Он начинает изучать свои грехи и входит в состояние уныния, в состояние депрессии. Потому что человек не может изучить грехи своей волей. Воля человека, она крайне важна в видимом земном мире. Но в невидимом мире, в мире духовном, воля человека – это ноль без палочки. Преподобный Серафим Саровский говорил, «Самый малый бес одним когтем землю проткнуть может». И вот невидимый лукавый мир постоянно выталкивает человека с его волей в мир духовный. И бесы приходят под видом ангелов и начинают уводить человека от Бога. Вот видение грехов – это благодатный дар Божий. Господь, как любящий Отец, скрыл от нас наши грехи до поры до времени. И для того, чтобы их увидеть, надо получить особую Божью благодать. С человеком должно произойти такое состояние, как с разбойником. Помните песню? «Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил». Совесть Господь пробудил. Или как у разбойника распятого на кресте, который, обращаясь к Спасителю, сказал «Помяни мя Господи во Царстве Своем». «Нынче же будешь со мною в раю». И он первый вошел в Царствие Небесное, прежде всех праведников. Вы знаете, вот грех – это огромный спрут, который находится под океанской поверхностью. А на поверхности идет рябь от его щупальцев. И вот видя эту рябь, люди пытаются преодолеть грехи. А главной коренной причины они не видят. Это состояние можно сравнить, когда у человека болит брюшная полость. Боли в брюшной полости. И человек принимает обезболивающие, боли на время проходят. Но для того, чтобы боли прошли полностью, нужно установить диагноз. Это могут быть разные заболевания. Например, гастрит, язва, функциональное расстройство, или даже онкология. И от того, какой диагноз, так и лечение будет назначаться. Так вот, если начать лечить патогенетическую, основную, коренную причину болезни, то и симптомы пройдут. То же самое и с грехом. Мы иногда на покаяние приходим с симптомами многих грехов. При этом мы не видим коренных грехов. А увидеть мы их можем только с Божьей помощью. Именно когда мы будем часто причащаться, когда благодать Святого Духа придет в нашу душу, когда сам Господь придет в нашу душу и осветит все темные стороны, по мере своего духовного развития мы увидим многие свои грехи. Если Богу это будет угодно. Но может быть и другой вариант, когда мы простим тех людей, которые нас незаслуженно обидели, по примеру Господа нашего Иисуса Христа, памятая Его слова, «И остави нам долги наше, якоже и мы оставляем должником нашим». То есть, когда мы умрем и предстанем перед Христом, Он скажет нам, «Все твои грехи прощены, но ты, по моему примеру, простил тех, кто незаслуженно или заслуженно обидел тебя». Значит, раз есть такие люди, значит, есть некие грехи, которые нуждаются в этом прощении. Наши грехи. И они могут уйти, даже мы их не осознаем, по милости Божией. Когда человек пытается разобраться в грехах, то он нередко проявляет рвение не по разуму и занимается безблагодатным подвижничеством. Но судите сами, если человек увидит грех и покается, то он встретится с Богом и обретет благодать Святаго Духа. А если он изучит многие свои грехи, он впадет в уныние, депрессию и удалится от Бога. Помните, главный критерий приближения к Богу – состояние радости. С души сомнения скатятся, волнения далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко, как сказал Михаил Юрьевич Лермонтов. Поэтому и повторяются наши грехи, что мы коренную причину не вскрываем. А коренная причина – это оскудение любви в наших душах. а оскудение любви происходит потому, что мы не живем по заповедям. Ведь когда иудеи перестали жить по заповедям Божьим, у них появилось более 600 талмудических правил, то есть на каждую заповедь по 60. И дух любви они заменили духом обряда верия. А Господь сказал «Милости хочу, а не жертвы. И потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою». Вот очень важно нам с вами не превратиться в иудеев. Полностью в них превратиться мы не сможем, потому что они были хорошие законники, не чита нам, но они действительно были великие духовные подвижники исполнения многих правил формально и внешне. Но у них не было духа любви. И закончилось это тем, что они сначала начали искушать Господа нашего Иисуса Христа, пытаясь поставить Его в неловкое положение, а потом распяли. Именно попытка разобраться умом, логикой, жизненным опытом в своем духовном состоянии, это и есть безблагодатное подвижничество, это и есть благими намерениями вымощена дорога в ад. Потому что только через таинство Святой Исповеди, таинство Святого Причастия, через стяжание благодати Святого Духа можно изменить свое духовное существо. Поэтому всякий православный человек должен быть самым красивым, самым счастливым, самым радостным. И тогда про него можно будет сказать, да, это действительно подлинный ученик Христовый, хотели бы мы жить как Он. И тогда сбудутся слова Спасителя. Потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою. Ответы на ваши вопросы я продолжу в наших следующих передачах. Божье благословение да пребудет со всеми вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!